Микс Ньюс У нас предприниматель, кандидат в мэр Риги от Объединения для развития ЗАА, а также парламентский секретарь Министерства обороны Мартин Штатис. Доброе утро. Доброе утро. Почему про раздражение сразу? Я так с места в карьер начала. Вы были депутатом Сейма, достаточно долго в начале июня сложили мандат для того, чтобы, мы так понимаем, уже полностью взяться за столичные дела все и за предвыборную гонку, но при этом мы знаем, что Рига – это просто комок всевозможных проблем, коррупционных скандалов, в общем, там раздражение более чем можно получить от жителей в том числе. Почему вы решили идти в кандидаты? Ну, я всегда считал, что политика – это миссия, ты идешь на какое-то время, делаешь какую-то свою миссию, и я считаю, что мои таланты, мой опыт как раз лучше поможет на работе на самоуправлении города. У меня тоже была возможность в Сейме работать, как и решающая власть, как Сейм, и исполнительная власть этого министерства, и я сам себя лучше чувствую в той части, в той исполнительной части, потому что, если в Сейме принимаешь закон, он, может быть, будет в силе через 3-4 года, и изменения, может быть, жителей почувствуют, через какое время, то исполнительная власть, так и как и в самоуправлении, решения, которые принимаешь, ты уже результат видишь уже через какое-то время, и это дает уже другое, может быть, ощущение, гандарь, я не знаю, как на русском сказать. Ну, и это раз, и второе, конечно, я вижу Ригу по-другому, как она была до последних 10 лет, и один вариант – это говорить, как я это вижу, второй уже самому будет готовым это делать, эти перемены. Ну, вы же понимаете, мне кажется, каждый человек, который идет в политику, ну, понятно, у вас уже есть некий опыт, но в любом случае Рига – это Рига, и Рижская дума – это такой отдельный островок, каждому человеку кажется, что вот он придет и сделает все по-другому, сможет все поменять. Вы не боитесь некого разочарования в какой-то момент, когда вы столкнетесь, может быть, с системой, которая уже годами наработана, и будет сложно ее как-то поменять и сдвинуть. Я точно знаю, что так и будет. Но стоит стараться, стоит стараться. Ну, знаете, у предпринимателей кризис – это каждый день. Так что я привык к таким ситуациям, и я знаю, что и политики, ну, я знаю, как работает политика, так что я смотрю с этим уже открытыми глазами, и знаю, что меня там ждет. А как отличается, скажем, работа в СЭМе с работой в самоуправлении? Вот вы начали говорить о том, что результаты можно увидеть быстрее, но вот эта хозяйственная деятельность, многие говорят то, что все-таки она менее политизирована, и для многих рижан важнее какие-то вопросы насущные, как будет ходить транспорт, не будут ли проваливаться машины под землю, когда будут проезжать по улице. Ну да, но там все равно есть этот компонент политики довольно большой – это принципы, как ты ведешь дела, как ты видишь, как должны работать. И принципы, конечно, все-таки исходят из твоей программы, из того, как твои диалоги, твои партии. Например, наша партия всегда, вот, хорошее управление было, ну, один из наших главных установок, да, или, например, Рига, как климат-нейтральный город, да, которая тоже одна из основок нашей программы, и это многое меняет, потому что, когда у тебя есть такая цель, ты каждое решение уже принимаешь, смотря, это решение вводит твой цель или нет. Например, если ты планируешь дорогу, ты уже думаешь, что она ведет к твоей цели, к климат-нейтрал, пилса, это или город, или нет. То есть, ты знаешь, что приоритет идет номер один пешеходам, потом велосипедам, там, самокатов и так далее, потом общественный транспорт, тогда только машины, и тогда только грузовики. Или если ты идешь, строишь новый дом, ты уже смотришь, дом, который вот этот проект сделан, вводит к этому твою цель или нет. И поэтому я думаю, что политика, этот компонент политики очень важен в этом. Но с другой стороны, ведь всегда, смотрите, вы говорите, что вот сначала люди, пешеходы, велосипедисты, там, грузовики последние, но если эти грузовики, которые перевозят грузы, приносят деньги в бюджет города, неминуемо встает вопрос, вот, ну, быть верным своим принципам, или когда вот денег не хватает, может быть, поступиться принципами для того, чтобы получить деньги для выполнения каких-то других социальных обязательств. Ведь политика всегда это искусство компромисса. Я понимаю ваш вопрос, но другие города нашли вариант, как эти две вещи могут жить вместе, и я думаю, в Риге тоже мы можем это найти. Если другие могут, почему мы не можем? Мы помним, какой город был, когда у нас был вот эти 3-4 недели уже пик коронавируса, это был спокойный, тихий, очень приятный город. И мы знаем, что в таком городе жить намного приятнее, чем в городе, где все время у тебя есть звук, и много всяких газов и так далее. Так что мы должны найти вариант, как грузовики обходят наш город и едят по другим путям. И что, если про общую линию партии поговорить, звучит страшно, конечно, но все равно понятно, что иногда расходятся интересы партии и интересы города. Вы готовы к тому, что иногда, будучи мэром столицы, вы не всегда будете придерживаться каких-то установок партии в общем, потому что мы понимаем, что в любом случае нужны будут компромиссы, о которых Олег сказал, когда будет там коалиция та же строится, хотя мы сейчас видим, ну это такое тоже отступление, когда несовместимые партии, как казалось бы, в коалиции сейчас находятся, в правящей коалиции, да, здесь тоже придется как-то, ну, то есть вы будете личностью, которая идет не всегда по пути партии. У нас в этом есть очень огромный опыт, потому что наша партия – это коалиция, не коалиция, но объединение трех партий, на ручку думы идем даже в четыре партии объединений. В этом есть многие плюсы, но есть и минусы. Минус, конечно, в том, что вопросы и решения принимает не один человек, но это уже совет или управление, и ты всегда должен все-таки найти решение, которое устраивает всех трех партий. Но это и плюс, потому что все решения, которые мы принимаем, мы довольно много о них дискутируем и находим лучший вариант. Но чтобы эта модель эффективно работала, мы должны дать полномочия тем ответственным персонам, которые принимают решения. И поэтому, иначе это будет слишком долго и слишком сложно. И так наше объединение уже работало два года, сейчас у нас еще четвертая партия, и так мы будем работать. Поэтому партия знает, что мы должны доверяться тому человеку, которому мы даем ответственность работать. В том числе я должен соблюдать то, что есть решения, которые я всегда должен говорить как своей партии, и так и своими партнерами, нашим объединением. Прогрессивные. Вы вместе с прогрессивными идете на выборах, у вас общий список. При этом мы знаем, что у них очень прогрессивные идеи. И то, что мне кажется, не всегда... Ну и у вас объединение, оно либеральное. И это не всегда схоже с мнением некоторых жителей. Не знаю, возьмем, например, Европрайд тот же, который, ну мы понимаем, что прогрессивные, да и, в общем-то, для развития за тоже выступает там и за партнерские отношения, за узаконивание их. И как здесь будет, если люди скажут, что это такое, нам это на улицах не надо и прочее, прочее? Ну всегда будут люди, которые скажут, что нам это не надо. И всегда будет довольно большой процент в обществе, которые скажут, что мы это хотим. Поэтому, ну ни одна партия не получает 70 или 80 процентов голосования, она получает то, что она получает. И мы получаем этот мандат, делая то, что мы обещали. Ну видите как, мы... У нас в этом есть довольно большой опыт. Потому что и те три партии, которые есть в нашем объединении, у нас есть 80-90 процентов, в том, где мы на 100 процентов согласны, но есть 10 процентов различий. И мы знаем, что мы уже консенсируем эти различия уже перед выборами и говорим, что, например, в таких ситуациях, в таких случаях у нас будет отдельное голосование. Ну, то же мы, или наши депутаты будут, например, голосовать иначе. Главное, чтобы мы об этом откровенно говорили. И мы знаем, что и с партией прогрессивной у нас такие вопросы есть. Но самое главное, это все-таки концентрироваться на те 80 процентов, где у нас все, где у нас есть общее мнение, и работать на эти вопросы. И, может быть, те вопросы, где у нас различия, может быть, не ставить в первую очередь. Напомню, телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9 и номер Ватсапа 2-3-0-6-1-9-1. Предприниматель, кандидат в мэр Риги от объединения для развития АЗА, которые общим списком идут с прогрессивными. Мартин Штатис у нас в студии сегодня. Ну и, может быть, мы уже затронули, вы сказали о том, что есть вещи, которые вам казалось, куда развивается Рига неправильно. И, может быть, вы могли бы назвать, очертить именно те какие-то моменты, которые вы бы хотели сделать по-другому. Что именно в Риге вас сейчас, в нынешней не устраивает? Что бы вы хотели изменить? Да, но наша программа там, по-моему, тысячи пунктов. Поэтому я буду консервировать на три. Самые важные принципы, которые у меня, это улицы, тротуары, мосты, то есть инфраструктура города, это номер один, так и управление, хорошее управление и инвестиции, рабочие места и инновации. Все три очень важны. Мы знаем, что несмотря на то, что чрезвычайная ситуация в нашей стране уже закончилась, на дорогах, на тротуарах, на мостах, она уже длится годами. И это будет приоритет номер один у меня, как у мэра города. И это будет моя ответственность на первый месяц сделать уже четкий план, маршал план в Риге, где будет план, как в течение следующих 7 лет уже вести порядок в инфраструктуру города. Я думаю, что все проекты, которые начаты, они должны быть закончены самым быстрым сроком. И Рига сейчас очень хорошая ситуация в этом, потому что из-за коронавируса, из-за того, что у нас сейчас падает экономика, у Риги есть хороший шанс получить большие инвестиции как из государства, так и фондов Евросоюза, как раз на эти проекты. И это очень важно, чтобы Рига больше не была отдельным, скажем так, страна в стране, и чтобы мы работали врук-рук с государством. Я вчера тоже, когда встречался с людьми Рижской думы, и говорил, что очень часто было из-за политической, конечно, ситуации, из-за других ситуаций, что Рига оказалась в последней очереди, например, на разделении каких-то фондов. И на данный момент, я думаю, что это довольно важно, чтобы Рига работала в одной команде с государством. Это насчет проектов. Насчет управления. Открытость и участие общества, я думаю, это самый лучший рецепт против коррупции. И ты не должен быть хорошим другом мира города или партии, чтобы участвовать в управлении города. Мы знаем, что в Риге есть сотни тысяч людей, которые готовы работать для города бесплатно, которые уже сейчас это делают. Это всякие негосударственные организации. Я хочу создать такой долгосрочный модель, где эти организации могут участвовать на управлении города. Это раз. И второе, на счет управления, конечно, предприятия города должны руководить не самые лояльные, но самые лучшие менеджеры, а лучших можно найти только через честные открытые конкурсы. И думаю, что к этому мы будем очень придерживаться. И третье, это инвестиции. Как вы уже говорили, Рига должна быть богатым, гордым, с хорошей экономикой, но мы все время теряем, как и Вильнюс, и Танглин. И одна из причин, почему мы теряем, это потому, что инвестеры выбирают эти города по многим причинам. И очень высоким приоритетом для меня будет создание Рижского инвестиционного агентства, которое будет работать только на эти вопросы. Я много говорил с инвестерами уже, они говорят, что самое сложное в Риге, то, что они никак не могут понять, как принимаются вопросы сюда. У них нет, скажем так, одной агентуры, где она может им помочь, понять, как это работает и так далее. И я думаю, что это агентство должно работать под руководством своего мера, и мэр должен быть тот, который едет на эти выставки, на эти встречи с инвестерами, чтобы привезти сюда, в Латвию. В Литве такое агентство уже работает, называется GoVillness, мы можем делать лучше, я это уверен. А латвийское агентство инвестиций и развития? Да, мы, конечно, должны работать вместе, но на данный момент Рига это не очень помогло, скажем так. Мы знаем, что есть в Риге четыре человека в комитете и в департаменте развития, которые в этих вопросах работают, но это недостаточно. Надо, много больше. Например, в Вильнюсе, если ты готов идти к, например, проектам 100 миллионов инвестиций, идешь к одному человеку, и он говорит, да, можем это сделать, мы поможем туда, сюда и так далее. И у этих людей должно быть довольно большое полномочие, поэтому это агентство должно работать под руководством председателя города. Вы вот про управление отметили, что должны быть честные выборы на должность управленцев крупных муниципальных предприятий, но при этом мы уже не единожды слышали, с чем сталкивается и государственное учреждение тоже, что хорошие менеджеры и хорошие специалисты, они, может быть, не стремятся, потому что знают, что там, во-первых, проблемы, во-вторых, не та зарплата, которую они, например, могут получить, будучи руководителями или топ-менеджерами в крупных частных компаниях. Как здесь можно, чем заманить людей из частного сектора? Ну, не всегда надо заманить людей из частного сектора. Я сам верю и в моем бизнесе, и этого очень всегда поддержался к этому, пример, что самые лучшие люди все-таки можно найти из округа, из этого предприятия. Я знаю, что у, например, городского предприятия там есть людей, которые работают 10-15 лет, которые уходят, потому что они вообще не видят, как они могут расти, потому что всегда, когда опять идет или конкурс, или без конкурса новый руководитель, опять это или какая-то лояльная персона, ведущая партии, или вообще кто-то непонятный там консультант, поэтому я думаю, что все-таки мы можем найти внутренние ресурсы. Ну, например, сейчас как раз, я думаю, в следующие два года хороший вариант найти хороших людей, потому что экономический кризис, который сейчас уже в силе, дает возможность найти людей, которые хотят постоянную, хорошо оплаченную, ну, может быть, не на деньгах, но зато всеми налогами работу. Ну, конечно, мы знаем, что предприятие города, зарплаты у тех, которые работают в управлении, даже очень хорошие. У нас очень много звонков, в том числе, кстати, через скайп, я не знаю, можем ли мы взять, нет, не сможем, к сожалению, через скайп мы не сможем взять звонок, а вот по телефону. Надевайте наушники с вами. Да, пожалуйста. Доброе утро. Она тоже вас беспокоит. Здравствуйте. Вот, все, кто не приходит в Думу, все в основном заботятся о центре города и ближайших ближайших районах, но никто никогда не беспокоился о жителе окрестностей, в частности, как пешком по тротуару дойти до границы города, когда пешеходных дорожек до границы города нет вообще. Это что, город только для больших автомобилей, для автомобилей и больше ни для кого. спасибо. Спасибо, да. Спасибо, Анатолий, за вопрос. Я с вами совершенно согласен. Я думаю, что то, что Рига это один центр, скажем так, города, это ну, не скажем так, большая ошибка, но это не было самым правильным путем. Например, я сам с города Тукумса, в Тукумсе 20 тысяч людей живут, а в Пурции 60 тысяч. А все равно центр города здесь, на самом центре. И думаю, у каждой латышком это обкаем, как бы, будет на русском окрестнице, все-таки должен быть свой центр. И тоже, когда мы думаем о больших таких инвестиционных проектах, мы должны думать так, чтобы это не было только в центре города. Например, я, если мы говорим такая актуальная тема последних дней, которая концерт-зал, я считаю, что он не должен быть в городе. Если мы строим такие большие проекты, мы как раз должны думать, чтобы это было в той открестности, в которой можно поднять до всего окрестности. Из тех, например, вариантов, которые когда-то предлагала Рыжская дума, сейчас рассматривается только центр. Хотя Рыжская дума предлагала и другие места в Пардаугаве. И когда там, например, открывается такой большой объект, как концерт-зал, это уже сразу там идет и кафе вокруг, и бизнес развивается и так далее. И то, что я говорил, что я хочу сделать долгосрочную модель сотрудничества с этими окрестностями, это консультант Ивападуума или консультативный совет, что это будет институция, где мы должны будем согласовать много наших решений, как раз и вот этих решений, где мы, например, делаем всякие мероприятия или большие какие-то праздники города, они всегда должны быть в центре города. Мы знаем, что в многих окрестностях мы можем делать не худше, чем это сделать в центре. И то, что общественный транспорт все время идет только через центр, я думаю, это тоже большая проблема. Но у нас уже был такой опыт, пытались сделать многоярусную стоянку, на которой якобы люди, которые приезжают со стороны Улбраки, они оставляют машины, оттуда уже едут. Сегодня, например, открытие такого пункта умного города рядом с Яуна Тейка, который тоже якобы должен стать отправной точкой, где люди приезжают, оставляют машину и дальше уже едут в центр на велосипедах, самокатах или общественном транспорте. Но почему-то у нас эти идеи не приживаются. Вы анализировали почему и что с этим можно сделать, как людей перестроить на это? Ну, конкретная ситуация портится. Например, ты должен еще идти несколько минут до остановки общественного транспорта, но это никак не будет работать, потому что на машине люди едут в Ригах, потому что это на много случаев дешевле, быстрее и удобнее. Поэтому вся инфраструктура всегда была сделана, чтобы удобно было только машинам. Так оно и есть. И чтобы изменить это, это очень сложная задача, потому что мы уже привыкли к этому. Я уже последние 7 лет не еду на машинах, в основном или на общественном транспорте, или на велосипеде, или на мотороллере. Это просто менять свои что-то привыкли делать. Но я думаю, чтобы парк нравится, работало, это конечно надо работать вместе с тем самов управлением, которое вокруг города. Например, я довольно часто еду с стороны Тукумса, мне удобно ставить машину перед Бабит. Я с Бабит уже с поездом ехать в центр города. Но такие проекты надо делать вместе с этим самоправлением. поэтому то, что уже предыдущая Дума сделала, что сделала хоть этот договор с другими самоправлением Перига, как это будет на русском... Окружность Риги. Окружность Риги. Уже думать об этом общественном транспорте, этим парком на СССИМ уже вместе, не только Рига отдельно, я думаю, это правильный путь, который нам надо идти. Вы сказали, что вы из Тукумса часто ездите, а планы в Ригу переехать, если все сложится? Как по вашим Я уже 22 года живу в Риге, моя мама живет, моя сестра в Тукумсе, мы часто их навещаем, и моя жена тоже в Тукумсе, так что просто я... мы уже живем в центре города уже очень долго, и моя сына тут рядом в школу как раз ходят. И по поводу сразу я зацеплюсь за велосипеды, самокаты и прочее, мы знаем, что бывший мэр Риги Нилушаков тоже какое-то время ездил на велосипеде, потом, правда, чуть-чуть забросил эту практику. У вас какие планы? И, кстати, министр сообщения от Алиса тоже активно пользовался троллейбусом, например, какое-то время, но потом времена изменились у вас, какие планы на этот счет? Ну вот, мы уже говорили о принципах, и я думаю, что один очень важный принцип, чтобы само сумма управления и сам мэр дал прежде пример тому, как надо быть. Например, этот принцип мы должны смотреть по многим. Например, открытого мастеровщина мастеровщина мусора. Я нигде в ни одной юридической школе, ни одной, там, где я был, или тоже предприятие, не видел, чтобы было, например, отдельное для бумаги, отдельное для... Я видела, во французском лице точно есть. Ну, тогда браво во французском лице, спасибо за это, но Рига должна сама показывать пример. Мы говорили о инвестициях и инновациях. В Риге есть много талантных людей, которые готовы работать в области инноваций, и Рига, как город, должен быть первым клиентом этих продуктов. И для них это очень важно, что они могут показать, что вот, например, наш первый клиент это город Рига. Например, умные эти светофоры в городе, который сам не только анализирует сколько машин, но и разговаривает, комментирует с другими светофорами. Такую систему можно разработать и здесь, с Риги и здесь работают вместе с этими стартап-компаниями. Это очень хороший вариант, как, например, сократить пробки в Риге. И если ты говоришь, что, например, ты как мэр Риги хочешь, чтобы в Риге больше ездили на велосипедах или на скутерах, ты должен сам показывать пример. Ну вот последний, последний такой, может быть, самый яркий пример, это улица Чака, на которой изначально говорили, что там будет велодорожка, ее очень все ждали, ну, все, кто готов, может быть, между машиной и велосипедом или другим транспортным, двухколесным выбирать этот транспорт. В результате сказали, что нет, не будет отдельной велодорожки, потому что не хватает места. При этом у нас был министр окружающей среды, он сказал, что все-таки будет, но это будет в виде вот на тротуаре выделят полосу, то есть это очень неудачный проект, мы видим это на улице Барона, не Барона, а Валдемара, когда, в общем-то, ну, делят тротуары велосипедисты и пешеходы и не всегда удачно это происходит. Здесь может как-то Рига вмешаться и сказать, но нет, все-таки надо так. Рига как раз и может это сделать. И тут, я думаю, надо думать шире. Например, я знаю только одно место в Риге, где есть тот вариант, я попробую это объяснить на русском, где, например, днем две полосы идут в одну сторону и одна полоса в другую и потом это меняется вечером наоборот. Я все думал, почему это не можно сделать и в центре города. Мы знаем, что улица Чака там, например, с утра все едут в сторону центра, а вечером, например, обратно. То есть, если одну полосу мы отдали бы велосипедом и сделали бы такую систему, где утром было две, и потом это меняется или днем это меняется как это надо, место бы нашлось бы всем. И я, например, буду встречаться с департаментом Сатексмис на следующий день. Хочу спросить, почему даже не рассмотрелся такой вариант в многих городах, который так и работает. у нас очень много звонков, просто примем здравствуйте, доброе утро, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Коротко попросим. Во времена господина Азалдереса, когда он был министром культуры, ремонт оперного театра был под грифом совершенно секрет, или как государственные тайны. А вот вас государственные тайны лишили. Как вот тогда вы вообще можете участвовать, допустим, в таких проектах, которые почему-то народ не должен знать, сколько денег выделено и куда они пошли? Спасибо. Я, наверное, не понял. Вопрос, здесь, я понимаю, связан с коррупцией, с тем, что вот часто используется гриф государственной тайны для строительства, например, объектов, который позволяет утаивать расходы, которые идут на это строительство, и это дает почву для коррупции. Окей, спасибо. Да, насчет государственной тайны у меня самый высокий уровень, так что в этом все в порядке. Да, и, например, в том же самом Межа парка Эстрада, там 93 миллиона там, и еще СМИ так и не получили расходы по позициям. Конпенсация. Да, и я думаю, что, как мы знаем, что, например, аудиты, которые сделаны были предприятиями города, все время были закрытыми, и только вот наше временное сейчас управление сделало им открытыми. Поэтому я хочу вернуться к тому, что открытность и это самый лучший рецепт против коррупции. Конечно, мы не можем все время все делать на open book полосе, чтобы все было открыто, потому что у нас есть и закон, который не позволяет это делать, и второе, это, конечно, то есть это дает конкуренцию преимущества другим, что ты знаешь, какая цена, например, конкурентов и так далее, но все-таки мы знаем, что сама государство в своих проектах было намного открытием, чем город, то есть закон же один и тот же, так что это, я думаю, политическое решение сделать многими проектами закрытыми, не открытыми. Ну вот мы и подобрались тоже к еще одной громкой теме, которая последний месяц, наверное, так звучит, это строительство нового здания службы госбезопасности на месте велотрека Марса, мы знаем, что многие представители тех же прогрессивных, например, тоже выступают активно и активизмом даже занимаются, и как раз-таки вчера был последний день, когда нельзя было заниматься вырубкой из-за того, что там птицы не сдавания было и пчел, и поэтому предполагают, что вот уже в ближайшее время может начаться вырубка деревьев. Что вы вообще на этот счет думаете, и может ли здесь город как-то тоже отстоять свою территорию? Ну, город свою возможность уже потерял, потому что городу уже надо было давно сказать, что мы сами хотим купить это место, и мы хотим тут сделать парк, а город это не сделал. Так что город свою возможность уже пропустил, я бы сказал. Итак, вы говорили, буду я всегда сопоедать линию партии, вы знаете, что насчет этого парка я голосовал иначе, сейми, и никто меня из-за этого не уволил. Спартии не исключили. Спартии не исключили. Я сам лично считаю, что, конечно, для этого, это здание это не самое лучшее место. Я знаю, что зеленой зоны там не хватает, поэтому я голосовал так, как считал правильным. Сейчас я думаю, что поезд, ну, скажем так, ушел уже. Вы считаете, что уже господин Каринч не волевое решение не примет? Я думаю, что так, но мы должны отдать долг окрестностей Тейки, и мы знаем, что там, где обительник Меш, там можно сделать хорошую зеленую зону, как, например, даже она как в Межапарксе там, и я думаю, что это хороший вариант отдать долг жителям Тейки, сделать зеленую зону там, и сейчас я хочу свою силу сконцентрироваться на этот проект. Как Вы думаете, почему именно эта ситуация так послужила таким триггером для общества? Потому что все так секретно было, все приняли быстренько и уже поставили перед фактом, не было ни обсуждения, ничего, либо потому что это действительно историческое место с такой глубокой историей и спортивной в том числе? Ну, эти публичные обсуждения, они в очень многих случаях довольно-таки, ну, они происходят, скажем так, на бумаге, то есть формально ты сам должен найти, что такое происходит и так далее, и поэтому я опять вернусь к тому, что мы должны сделать эту долгосрочную модель с работой с окрестностями и с государственными организациями, чтобы они все время уже были с самого начала у всех решений города. Там, кстати, когда в комиссии семьи это рассматривают, я в этой комиссии не работал, но я знаю, что там по закону все было сделано правильно, поэтому и депутаты голосовали, так как голосовали, если не было той передачи, которая была, она довольно tier1 все это подняла, я думаю, что никто бы, ну, там такого большого скандала бы не было, конечно, но все было сделано по закону, но довольны ли жители, что все было сделано по закону, мы, как мы видим, все-таки нет и я понимаю почему жители окрестностейки это воспринять так как они восприняли мы просто должны учиться к этой ситуации думать как мы будем работать впредь есть ли да у нас все равно очень-очень просто много звонков пожалуйста вот скажите пожалуйста вы неплохо сами говорите по-русски но естественно что в городе где не менее половина русскоязычных статуса русского языка и регионального никакого нет это не ваши компетенции я вам расскажу просто в красе в америке этот вопрос решается так что при входе в госучреждение больницы всегда есть таблички и там как где-то не менее 20 языков и потом если требуется переводчик они находят переводчики ну не на месте а по телефону есть телефонная служба специальная там есть много языков есть русский латышского не видел но они если надо будет и найдут и латышского переводчика готовы ли вы если вы будете избраны мэром мэром я убеждю своих многородских голосовать за вас которые живут в риге готовы ли вы просто облегчить этот вопрос таким же образом власть для многих пенсионеров людей которые не говорят спасибо за вопрос лично я всегда придерживался к таким вариантом что как государственное лицо я говорю на том языке который государственный язык и этому это это номер один сми как вы видите я говорю на том языке как не задает вопрос но я знаю только русский и английский много вариантов нету но ежедневно когда встречают людьми я все-таки смотрю ну по таким алгоритмом если я хочу понять что этот человек хочет мне сказать я знаю что у него есть проблема это не сказать на том языке на ком я говорю я хочу его понять я конечно буду говорить на том языке как чтобы я мы мог его помимо понять не всех случаях потому что нам было и случай когда я считаю что этот принципиальный вопрос например например когда мне звонит кто-то и хочет что-то продать для меня но это принципиальный вопрос тогда чтобы это поддали мне на латышком языке потому что если я хочу что-то дайская предмет я тоже к этому все-таки придерживался но мы конечно должны понять что нас насчет языков ну насчет латышков языка это все-таки единство и место в мире где мы можем говорить на латышком языке в америке ни один из не испанский не английский язык нигде не ну не пропадет это большие языка мира здесь мы это ну скажем так лучше очень очень важно но мне кажется вопрос слушателей тоже был в том что будет ли например в поликлинике которая там под ригой или не знаю центра обслуживания будет ли возможность заполнить какой-то бланк и на русском языке и на латышском языке или все-таки нет но бланк нет но это если закон но мы знаем что ежедневно в ситуациях все-таки может люди которые говорят только на русском получить информацию и услуги на русском но это же есть поэтому здесь что-то трогать этот вопрос и тут менять законы я не готов к этому конечно эти есть еще вот у меня вопрос связаны с тем что в рига все-таки это наверное один из самый главный город латвии где же не только живут но туда приезжают работать многие люди и это тоже был вопрос который дискутировался вот и в прошлых созывах думы все-таки рига для рижан или вот люди которые из других городов приезжают вот были вопросы все время на крига сатекс мы почему льготы получают только жители риги на проезд в общественном транспорте и вот не распространяются эти льготы на жителей других городов вот ваша политика вот в этих вопросах люди которые приезжают в ригу работать на каких они будут правах условиях будут ли они пользоваться теми же самыми льготами что и рижане нурия столица государства тут вариантов много нет я сам когда-то приезжала жить в риге работать в риге и у каждого есть выбор где он декларирует свое рабочее место если он декларировать в риге то он может конечно пользоваться всеми этими бонусом которые есть у рижан если он это не делает том-то это проблема я думаю что здесь надо очень все таки работать с окружными самоуправлением конечно но это не ну много ситуации есть такое что если он работает здесь он машину ставить здесь он ездит здесь мы не можем дать ему те же самые условия которые люди которые живут здесь нам надо найти какой-то компромисс да совсем мало времени у нас остается вопросов еще очень много но перейдем тогда еще к вашей деятельности в качестве парламентского секретаря в министерстве обороны несмотря на то что вы сложили мандат уже до эфир мы поговорили что есть еще дела которые надо закончить министерстве обороны так как не часто к нам заходят люди из министерства в том числе хотелось бы с вами поговорить что это за 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 дела которые надо закончить еще проект да ну всем из-за коронавируса не успел рассматривать 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 довольно много законопроектов и я знаю что решение принято что они будут работать и летом и господин пабликс министра обороны когда я его информировал что я сложиваю свою свой мандат чтобы работать на ригу у нас есть два закона которые сейчас открыты чтобы я просто их заказа закончил только тогда и закончил свою карьеру министерство обороны один секрет проект о том как волос айсар девизма циба это обучение в школах чтобы в школах ввели предмет гражданской обороны гражданской обороны дам это это очень важный проект для наше министерство он сейчас и мы должны его до сентября закончить но я надеюсь что закончим быстрее это это самый важный проект который сейчас должен на коме сейчас работаю и время у нас к сожалению заканчивается уже совсем времени нет я напомню что в гостях у нас было предприниматель кандидат марвеги от объединения за развить для развития за которые идут с прогрессивными марта штатте спасибо всего хорошего спасибо вам спасибо